Как обычная ванная комната может превратиться в раскаленную баню, узнали жители квартиры номер один по адресу Глазынинская, 24. Старые ржавые трубы начали протекать еще неделю назад. И поговорка «вода камень точит» стала для Светланы пророческой. Не теряя времени, она сразу вызвала мастера. Пришел мастер ихний, Андрей Сантехник, он сказал, что это надо менять. Но сказали менять, да, ничего страшного. Положили, как они сказали. Потом позвонили еще раз, она сказала, что мы заказали трубы и какие-то детали для этого, но, соответственно, дела не было. Пользоваться ванной комнатой слесарь разрешил, воду не перекрыл. Несмотря на то, что дома более 85 лет. И в коммунальной квартире проживает 10 человек, двое из которых дети с инвалидностью. Но спустя неделю рядовой утренний подъем. Сборы в школу и детский сад едва не завершились трагически. Я вышла и уже как бы увидела пар, вода по всему коридору полилась. Кипяток даже ноги обварил. Мы услышали с мамой звук, то, что просто пошел как будто бы душ. Он потом как-то мне ушел и потом опять пошел. Мама пошла проверила и все. Несколько ведер тряпок устраняли прорыв тем, что оказалось под рукой. На помощь пришли соседи. Алла признается, это коммунальная авария, ожидаемая трубом во всем доме уже много лет. Мы заходим в воды везде. Вот этот пар идет, вода льется и льется. Мы ее давай быстрее убирать этими тряпками. А она пополняется, пополняется. И вот ЖЭК, ЖЭК, звонила я в ЖЭК, звонила Света в ЖЭК, звонила Лена в ЖЭК. И они пришли только спустя где-то минут пятьдесят. Жильцы дома уверены, если бы Галина, главное по дому, добросовестно выполняла свои обязанности, прорыва удалось бы избежать. Ведь они не раз жаловались ей на состояние коммуникации. Но та упорно все жалобы игнорировала. Пришла вот эта Галя, тоже схватилась за тряпку. Галина Кузьменична, про которую Света рассказывала, которая вообще не занимается своей работой, грубо говоря. Вот. Взяла, поубирала минут десять. Пришел этот Андрей какой-то, слесарь, я его не видела никогда, первый раз вижу. Вот. Он, видно, посмотрел, перекрыл воду в подвале, так поняла, потому что он уходил туда, да, в подвал. Мы выходили на улицу, мы видели его, он оттуда шел. Вот. И все, вода перестала течь. В ситуацию вмешалась управляющая компания. В течение четырех часов последствия коммунальной аварии устранили. Водоснабжение восстановили. А вот в причинах произошедшего еще предстоит разобраться. Ведь причиненной семье ущерб нужно компенсировать. В случае, если эта труба, на которой произошла авария, находится в зоне эксплуатационной ответственности управляющей компании, примем решение, осмотрим имущество, которое пострадало в результате этого, соответственно, этой аварии, и произвестим возмещение для ремонта. Если это находится в зоне ответственности собственника нанимателя, значит, за артируем, выдадим нам артик. Дом на Глазынинской, 24, включен в программу капитального ремонта. В ближайшие два года здесь должны отремонтировать фасад и обновить систему электроснабжения. Карина Геряшева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.